Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Человек-паук, Бэтмен, Супермен, Железный Человек и Супер-женщина все знают этих супергероев по фильмам, мультфильмам или комиксам. Они наделены неординарными способностями, творят хорошие дела, вечно спасают людей, сеют добро и совершают подвиги. Детям и подросткам всегда были нужны герои как образы для подражания, как элементы игры и некие модели поведения, на которые можно было бы ориентироваться. Дети восхищаются ими и хотят быть похожими на того или иного персонажа. Вымышленного персонажа. А что же касается реальной жизни. Кем дети восхищаются? Пожарными? Полицейскими? Родителями? Как стать для ребенка героем? Как привить ему уважение и заслужить авторитет? Вот об этом и поговорим сегодня. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения, спрашивали, как взрослый, как родитель может стать для тебя героем. Обязательно познакомим вас с этими мнениями в нашей рубрике «Детское мнение». А видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Итак, давайте начнем с такого вопроса. Уважение и авторитет в отношениях родителей-ребенок. Это разные вещи или все-таки взаимодополняемые? Нет, я просто на самом деле готовился, чтобы как-то от комиксов столько перечислили героев, я хотел сказать, какие мои любимые. На самом деле и авторитет, и уважение – это взаимодополняющее. Разделять как таковые эти вещи нельзя. Но, опять-таки, я бы на самом деле, наверное, разбил уважение на какие-то части, да, потому что есть авторитет, допустим, какой-то великий ученый, там, Циолковский или Королев, или еще кто-то, да, там, и он для кого-то и для нас является и авторитетом. Для многих, скажем так, особенно кто, ну, по старшим возрастам или нашего возраста. Вот. А уважение к нему есть, но нельзя сравнить, мне кажется, это уважение полностью с уважением к родителю. То есть вот уважение – такое, как сказать, многогранное, многогранное значение, которое можно интерпретировать по-разному. Авторитет, авторитет. Все-таки себя включает, по моему, опять-таки, мнению, какую-то одну такую стезю, то есть авторитет ко взрослому, он заслуживается. Авторитет заслуживается, по моему мнению, поступками, делами, еще чем-то. То есть если родитель может завоевать авторитет у ребенка своим поведением, делами по дому, в отношениях с матерью, да, там, то авторитет также может быть заслужен, вот, как учеными, да, какими-то открытиями или еще чем-то. Не всякий отец сможет открыть, там, ядро атома, да, как расщепляется или еще что-то. Ну, папа – бухгалтер. Да, папа – бухгалтер, но тем не менее он идет с ребенком на площадку, играет с ним, ну, с маленьким, со взрослым садится делать уроки, объясняет какие-то задачи и все остальное. Просто сегодня был вот такой пример прям. Я дочь первоклассницу довозил до школы, и она меня спросила, как это у нас с телефона идет сигнал на устройство-ресивер, да, и потом еще и на радио. Ну, то есть, технологии же. Я начал объяснять про радиоволны, как они, откуда идут. Ребенок в первом классе. Да, в первом классе. Ну, и понятными языками, какими-то, вот, знаешь, тут вышка, она тут сюда подсылает, волна, все. А она мне, я все заслушал, ты поняла, да, папа, откуда ты это знаешь? То есть, понимаете, вот в этих словах, когда ребенок проявляет некоторое удивление, вот чувствуется и уважение, и понимание, что взрослый знает. И восхищение. Да, ну, да, восхищение. И, соответственно, то есть, тут можно понять, ребенок, грубо говоря, уважает вас и готов уважать, и ставит вас как в пример, как авторитет, или же все-таки есть какие-то вещи, которые надо доработать. Ну, вот, просто из этих последних слов, из этой последней реакции. Ну, это вот мое личное мнение. Да, я, наверное, попробую сконкратизировать поточнее эти понятия. На мой взгляд, авторитет, он связан сильно с пониманием того человека, который является авторитетом, с пониманием тех вопросов, в которых он является авторитетом, и по поводу которых может выражать авторитетное мнение. И чаще всего, да, это понимание и знание в этой области, как там правильно Парскал, там, Солковский, да, он понимал эту сферу и знал ряд вещей, да, которые, набор вещей, да, которые обычный человек не знает и не понимает таким образом эту штуку. Вот. А уважение больше связано, наверное, с социальным положением человека, когда в социуме человек своими поступками и своими действиями показывает, что он в социуме достаточно положительный, позитивный человек, человек, с которым можно взаимодействовать, на которого хочется быть похожим, отчасти, на котором, ну, хочется так же делать, хочется делать такие вещи, при которых всем хорошо, всем хорошо получается, то есть... Ну, или хотя бы никому не плохо. Ну, или хотя бы никому не плохо, но лучше, чтобы было всем хорошо, потому что когда, и причем социумы могут быть разные, они могут быть большие и широкие, могут быть какие-то узкие, в том числе есть негативная коннотация с этого слова, да, авторитет. Нет, и авторитет, и уважение там в более таких узких кругах там и так далее. Вот. И это, да, это сильно зависит от того, как человек себя ведет в коллективе, скажем так, да, в старом понятии его можно сказать, да, чтобы было более понятно. Вот. Либо просто в социуме, да, как он себя ведет, то, что при его действиях людям, которые вокруг него находятся, им хорошо, им интересно, они хотят двигаться в этом направлении. Это, мне кажется, вот все, что Артем описал, сродни лидер, авторитет, лидер. Да, очень похожий. Человек, за которым идут, повторяют действия, пытаются советоваться с ним и все остальное. То есть, ну вот. Да. А вот к родителю применять такие, конечно, категории очень тяжело, потому что родитель, в первую очередь, он близкий человек, на которого, конечно же, ребенок равняется сам по себе, и это изначально заложено, потому что родитель всегда близко к ребенку находится. И неизбежно ребенок впитывает очень много элементов родителя. И причем они могут быть хорошие, могут быть плохие. Там он старается, конечно же, более позитивные части брать. Вот. Для того, чтобы также у других, соответственно, людей вызывать уважение. И в этом плане родитель, у него задача не быть авторитетом для ребенка, там, да, или не вызывать уважение. Вот. А у него маленечко, даже не задача, а другой механизм взаимодействия с ребенком. И больше он основан на том, что он является поддержкой, очень сильной для ребенка. Он является опорой и основой для того... Защитником. Да, защитником для того, чтобы... Не каждому лидеру можно обратиться за защитой. Да, конечно же. Родитель, он обеспечивает поле для ребенка, поле детства, в котором ребенок может развиваться и двигаться в безопасных условиях. Вот. И в тех социально-культурных контекстах, которые существуют. И вот этот родитель в этом плане, он очень много делает для того, чтобы ребенок находился в таких условиях, которые позволяли бы ему развиваться и много что пробовать, но при этом не попадать в ситуацию негатива или угрозы какой-то. Вот. И вот в этом плане родитель, конечно, он очень сильная фигура и лицо, и он непререкаемый авторитет в этом направлении. То есть никто другой вокруг ребенка такую штуку сделать не может. Ну, уважение... Можно я дополню? И вот как раз вот этими действиями, что описал Артем, как раз, и можно вырастить в ребенке чувство уважения к родителю. То есть вот действия, вот создание родителями зоны безопасности, да, еще что-то, еще что-то. Вот. Это же могут быть абсолютно разные действия со стороны родителей. Они могут быть как и, как сказать, жестко агрессивные, которые могут поломать ребенка. Ну, то есть родитель считает, что он прав, он создал безопасную среду, он сказал, что делать нужно именно так, то есть не давая вариантов выбора, понимаете? То есть, в принципе, ничего плохого совсем, ну, вот, как бы снаружи не происходит. Но, во-первых, ребенок такого родителя, где есть некоторая агрессия в сторону свободы личности ребенка, он, я не думаю, что будет у него уважение... Знаете, будет вот старая поговорка «боится, значит, уважает». Уважает, вот. А мы говорим об уважении, которое должно вырасти внутри. И вот как раз то, что Артем перечистил, вот из этих поступков, как они будут совершены, в какой мере будут совершены, с какой любовью. У ребенка есть одно к родителю, безответная любовь изначально, тяга. Вот. А потом все развивается остальное. И вот как раз из этого потом вырастет, либо будет ребенок уважать родителя, либо, как бы, там будет нечто иное. Ну, все равно уважение вот к взрослому, оно должно быть безусловным. То есть, должны ли мы с детства закладывать в ум, да, ребенка, вот как нас учили, что взрослого априори необходимо уважать, и взрослого всегда нужно слушаться. Или вот все-таки сейчас в психологии существуют иные подходы для именно гармоничного развития личности, чтобы вот действительно психику ребенка никак, ни в коем случае не травмировать? Здесь это утверждение, оно очень сильно подвергается сомнению в существующем мире, потому что раньше оно основывалось на том, что взрослый, он был человеком, который имеет большой опыт в жизни, и он знает, как все устроено по жизни. То теперь из-за того, что среда вокруг меняется с большой скоростью, то взрослый очень быстро теряет ориентацию. То есть, не всегда может адаптироваться быстро так же. Да, да, он теряет ориентацию и... Даже общий язык с ребенком начинает терять, не знаю, как начать говорить. Да, и так далее, и так далее. Вот, потому что развитие среды происходит очень быстро, и вот эта основа, она сейчас очень сильно разрушается. И видно, да, действительно, что и родители, и педагоги в школе это четко мониторят, что вот эта вот основа разрушается. Вот. И в данном случае нужно это понимать и принимать, что это так происходит, и против этого мы сделать ничего не можем, потому что среда действительно движется быстро, и более того, много-много людей ее только ускоряют. Вот. И это вроде как пока социуму нравится. Ну, ребенок получает столько информации, сколько мы не получили за всю жизнь, он получает прямо сейчас, в этот момент, и получает постоянно. Да. Из всех возможных гаджетов, телевизоров, если его там лишают гаджетов, из всего что угодно. И он адаптируется быстрее, чем взрослые. Вот, к ситуации. То есть, безусловное уважение все-таки быть не должно, да? Да, его нужно заслуживать. Вот знаете, как свое мнение скажу, как тоже вот безусловного уважения к взрослым, лично мое мнение, и вот своим детям быть как бы не должно. Я вот, допустим, уважаю возраст, но когда я с человеком говорю, начинаю говорить, и понимаю, что в тех вещах, которые, ну, как бы мы с ним... Ну, он не понимает тех вещах, которые пытается там добиться, или еще чего-то, или какими-то своими поступками. Ну, очень грубый поступок, идет там взрослый человек и швыряет мусор на тротуар. Ну, какое уважение у меня должно быть, даже если ему там больше, чем мне, там, на 20-30 лет. То есть, как бы, я готов уступить ему место в трамвае, да, там, в троллейбусе или в автобусе, что у нас осталось на улице. Ну, вот, но уважать, то есть, вот, некоторое уважение к возрасту я готов проявить. Ну, вот, опять-таки говорю, уважение очень такое большое понятие. Но уважение как к человеку... Как к личности? Да, как к личности. Вот это правильно, наверное, будет. А, извините, нет. Крайне индивидуально будет. Оно очень крайне индивидуально. Поэтому еще раз повторюсь, что у своих детей, по моему личному мнению, нужно заслуживать уважение. А как? Вот какие-то прям вот короткие такие советы, вот как можно заслужить? Что нужно дать? Быть другом своему ребенку. Во-первых, быть другом. Вы понимаете, что вот когда среда... Вот говорю, главный вопрос, который я себе поставил, когда у меня родилась старшая дочка, как остаться другом для своей дочери? Вот сразу, вот она родилась, и у меня сразу был только этот вопрос. Как остаться другом? Потому что я понимаю, как происходит общение с разными возрастами родителей ребенок. Ну, то есть, как бы, тоже уже не слишком маленький, да? Вот. И через эту дружбу, через это понимание, через это общение постоянное вместе с ней, то есть я увлекаюсь... Ну, как увлекаюсь? Я интересуюсь всем, чем они интересуются. Я смотрю с ними видосы иногда, я слушаю музыку, все остальное. Даже если этого не хочется? Периодически этого не хочется, понимаете? Когда одна и та же музыка, которая тебе не слишком нравится, звучит. Но тем не менее. Да, нет, там просишь, идушь на уступки, компромиссы объясняешь, рассказываешь. Но тем не менее. И я в курсе того, о чем они говорят. Но плюс это, вот как я и привел пример, я могу что-то им рассказать интересного, когда они спрашивают. И тут получается дружба взрослого с ребенком. Даже если в своей среде они подходят и спрашивают у кого-то, а как это сделать? Он объясняет, зарабатывает авторитет, теряя уважение. То есть советы и просветительства. Конечно, это дружба старшего человека, который более опытный, и подсказка ребенка, когда он ее просит. Мы можем показать некоторые действия, что не держи ножик к себе лезвием, но извините меня, если он взял правильно ножик, он взял доску и начал резать, зачем ему еще что-то говорить? Ну, вот как бы такой очень простой пример. Не надо его править там, где он не просит, чтобы его исправляли. Или же там, где это не грозит опасностью его жизни, его здоровью. Все, пусть совершает все поступки. Пусть купается в лужах, я не знаю, пусть лазит по деревьям, пусть сидит в гаджетах, пусть еще что-то делает. Но, как бы, помощь он попросит сам, если ему она нужна будет. Вот. Подсказку. Опять-таки, понимание родителей. Если тебя попросили что-то подсказать, это не значит, что ты пошел и сделал за ребенка все. Просто дай ему подсказку. И если у него не получится, он попросит помощи. Это программа «Время и дети». Вернемся буквально через несколько рекламных минут. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Моя соведущая Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей совом и Павел Хелько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог. Сегодня мы обсуждаем, разбираемся, как стать героем для своего ребенка. Мы записывали мнение нашего подрастающего поколения. Давайте его послушаем. Мы задавали детям как раз такой же вопрос, как родитель, как взрослый может стать для тебя героем. Давайте послушаем. Наша рубрика «Детское мнение». Детское мнение. Я хотела, чтобы мне папа и мама помогали мне делать домашние работы всегда, и они станут супер-герои. «Папа должен быть героем, чтобы для меня что-то сделать. Папа должен быть мудрым и силеным». Меня поражают случаи. Я видел в новостях иногда, как люди, и это не всегда взрослые, но чаще всего, они бросаются кого-то спасать, рискуют собственной жизнью. Кто-то лезет в прорубь за собакой, кто-то из люка достает ребенка. Это прям до слез трогательно, и они сто процентов герои. Детское мнение. Вот такое у нас сегодня детское мнение. Кто-то становится героем, если помогает делать домашние задания, а кто-то, если спасает щенка или человека из беды. Знаете, еще с какой интересной особенностью мы столкнулись. У нас есть определенная детская фокус-группа, и вот дети младшего школьного возраста или дошкольного возраста практически не смогли ответить на этот вопрос. Вот дошкольного возраста этот вопрос детей просто в ступор вогнал. То есть у нас небольшое такое сейчас женское мнение, мы не стали их мучить. Как вы думаете, почему? А вот смотрите, ассоциация, вот опять-таки просто вот то, что мы послушали. Ассоциация идет с поступками, совершение поступков. Либо родителям... То есть не безусловное, а условное. За поступки. Либо родителям, либо человеком, который спасает щенка, прыгает там в холодную воду или еще что-то. Ну, или пожарник. Вот. То есть уважение за поступок, не за возраст, не за статус, не за социальное положение, не еще за что-то. То есть сделайте мне, или сделай что-то, или я видел, как он сделал, он заслужил уважение. То есть, ну, вот о чем мы, в принципе, вначале и говорили. И прокомментирую тоже такое небольшое количество мнений. Возможно, изначально для детей, и вообще для детей, родитель это не супергерой. Потому что супергерой, это маленечко другая конструкция, которую они используют маленько для других вещей. Даже можно заметить, что дети никогда не играют в родителя конкретного. Ты в кого играешь? В папу? Да, но нет, они могут играть в папу-маму, например, да, по ролям. То есть социальные роли разыгрывать, и там дочка. Но в конкретного папу, в своего папу, там, папа Артем, там, например, они не играют. Никогда. Ни одной такой игры мы не видели, и это очень интересно. Хотя при этом они очень, очень близко с родителем находятся. Вот. То есть для них он, то есть, может быть, даже, не знаю, тут можно много чего предполагать, может быть, да, такая фигура или такая конструкция, которую сыграть очень непросто. И вообще непонятно, что там она вообще из себя представляет. Ну, кстати, а как соревноваться родителю с супергероями? Ведь, согласитесь, поединок-то он совершенно неравный. Или вообще не нужно соревноваться, не нужно конкурировать с Бэтменом? Папе Артему. Да, на разных площадках соревнований совсем. Я думаю, папа Артем победит. Да. Вот, соревнования на разных площадках, на мой взгляд, и действительно, как игровые роли супергерои интересны, да, действительно. Но вот сейчас тоже проходит определенное время, и супергерои комиксов, они потепенно начинают заменяться на различного рода игровых супергероев. И даже это не супергерои, а просто и герои, там, различные персонажи, персонажи игр. То есть не имеющие какие-то суперспособности? Не имеющие суперспособности, но имеющие определенную четко четкую идентичность. То есть вот есть такой герой, например, один, и все знают, что этот герой с такой харизмой, он делает так кто-то, он делает так, он взаимодействует с этим, с этим, с этим, у него вот такой стиль. Вот. И вот в таких героях они играют уже не с помощью суперспособностей каких-то, а наоборот, с помощью каких-то вот особенностей. Ну вот вы сказали как раз про харизматичность, готовясь к программе, я читала, что очень часто психологи говорят, что одним из признаков авторитетности и в принципе, с чего строится авторитет, это харизма, как раз харизма. Угу. Я хоть и учусь на арт-педагогах, психолога, но, извините, определения харизмы точно не дам. И поэтому, как на этом можно построить, точно не скажу. Ну, наверное, какие-то черты, да, человек, его поведение, опять-таки, лидерское, все остальное. Но, как на этом можно полностью построить авторитет перед детьми и уважение, опять-таки, не совершая каких-то поступков, даже внутри семьи. Ну, не знаю, может быть... Здесь можно, наверное, добавить, что харизма очень хорошо работает на взрослых. Да. Вот. То есть взрослые, они ее сразу чувствуют, как бы, да-да-да, и на харизму ориентируются. Дети, они подвергают... Ты этим не подкупишь. Да, да, они подвергают очень ста сомнений очень быстро, то есть они хотят понять для них, он кто, то есть и как он будет действовать вместе с ними, потому что, если он с ними действует в комфортном для них поле, то тогда они с ним будут взаимодействовать. Если он начнет действовать в каком-то поле, которое им неинтересно, они просто выключат его, и все. как бы эмоционально он не рассказывал. Да, как бы что. Но, тем не менее, тем не менее, все равно, если взять два человека, которые с высокой харизмой и с невысокой харизмой, да, то тот, когда у него с высокой харизмой, у него больше будет инструментария для того, чтобы взаимодействовать с детьми. На один, на харизму. Мы анонсировали нашу программу и на портале Твериград, и перед эфиром, да, на радио мы анонсировали, и на наш номер ватсапа 8 920 693 54 82 написала мама, мама Наталья, и она попросила у нас совета, пришло время нашей рубрики «Время совета». Итак, Наталья сегодня нам пишет, ребенок часто игнорирует меня и мои просьбы. Например, я зову его кушать, а он играет и вообще не реагирует на меня. Я точно знаю, что он меня слышит, но реакции ноль. Получается, он ни во что меня не ставит? После нескольких моих просьб прекратить играть и пойти кушать, естественно, я срываюсь на крик. В результате, я на эмоциях, ребенок или в слезах, или продолжает за столом делать абсолютно все мне назло. Можно ли допускать игнорирование со стороны ребенка, как с этим справляться, или вот так вот именно и закладывается неуважение к родителям с самого детства? Ребенку 4 года. Да, 4 года. Ребенок совсем маленький, а ему интереснее поиграть, чем покушать то, что дают. А маме нужно накормить. А маме надо накормить, да, тут много на самом деле вопросов и к маме. И к ребенку. Ну, к ребенку гораздо меньше на самом деле. Вот я бы посоветовал маме сделать одну вещь, не кричать, не звать его, прийти к нему, сесть рядом, где он играет, посмотреть в глаза и тихо сказать, объяснить, дорогой, я тебя зову покушать, потому что потом мы можем там не успеть, или еще что-ли, потому что горячее, потому что я вкусно готовила, я положила туда любовь, там свою улыбку добавила. Вот если ты сейчас покушаешь, ты потом сможешь играть сколько хочешь. Но это как-то в ласковых выражениях объяснить ребенку. Ребенок понимает. И мы не отрываем тебя от игр. У тебя все здесь останется. Через сколько ты сможешь подойти ко мне, вот завершишь и подойти. И он сам скажет, сейчас, или еще что-нибудь. То есть не безальтернативно, да, дать ему вот право. Дайте ему пять минут. Он хочет закончить. Это знаете, как мультик хочет досмотреть. Вот у меня дети хотят досмотреть мультик. Мы сейчас придем. Я говорю, сколько вам осталось? Десять минут? Хорошо. Десять минут у вас есть. И они досматривают мультики, приходят. Вот. А вопрос в режиме питания. У нас тут Артем больше спец. Вернее, без режима. Да, это вопрос действительно затрагивает очень много вопросов. Да, очень большой такой. Очень много вопросов. Но здесь можно сказать, вот если отвечая на конкретный вопрос, я могу предложить еще более кардинальный как бы способ взаимодействия с детьми по поводу еды. Действительно, Паш правильно говорит, что ребенку интереснее играть. Это без сомнения. И это, по идее, надо принять, конечно. Что для него игра намного интереснее, поскольку он учится через игру, и для него действительно это и есть его жизнь, и это действительно сильное познание и развитие происходит. Но и долг родительский никуда не денется. Да, но вот этот долг, он очень странный по большому счету, потому что родитель думает, то есть он основан только на одном понятии, что родитель думает, что он лучше знает, что ребенку нужно в еде. И прямо сейчас. Да, и прямо причем сейчас. И непонятно, почему он должен сейчас есть именно ту еду, которую родители... прошел временной промежуток какой-то, и родители думают, что ребенок проголодался. Да, да. Учит его физиологические процессы. Да, либо есть определенного рода просто конструкция, что все, например, садятся, и родители хотят, чтобы дети садились вместе. То есть традиция может быть какая-то. Да, традиция там и так далее. Вот. Но у нас из практики получилось так, что вот эти конструкции, дети у детей в раннем возрасте, они неинтересны. То есть, например, традиция и такой определенный делать круг для того, чтобы поговорить, например, за столом, это конструкция не для четырехлетних детей. Это более старшие. Или когда дети уже становятся более мощные, более уверенные, тогда когда-то, да-да, они могут действительно сесть и под еду поговорить. Это классно. Им становится еще интересно, о чем вы говорите. Да. И тогда вот, и тогда оно на самом деле неизбежно включается. Но плюс к этому мы сделали, опять-таки же, несколько, целый ряд экспериментов в этом направлении. И видим, что вот простой способ, это когда ребенку дают еду тогда, когда он просит. То есть, у нас и в нашей среде сделано так, что приезжает еда, когда обед, да, он приезжает в определенное время, когда всегда в одно и то же время. Все знают, дети, что он приезжает в это время. Но каждый ребенок приходит есть тогда, когда он захочет это делать. То есть, либо он может либо играть, либо что-то еще делать, либо просто не хотеть есть вообще в этот момент прямо. А когда он начинает хотеть есть, то есть это может быть через полчаса, через час и так далее. Ничего, никакой сложности нет, еда стоит, он может прийти сам на себе налить то, что... А если еда уже остыла? Подогреть. Сам? Да. Волновка, четырехлетний ребенок вполне может ее... Ну, четырех, наверное, да. Ну, может быть, нет, может помочь в этом плане, да, но это очень простая процедура сейчас. Вот, это не... Нам же не надо газ включать там. Ну, конечно. Сейчас все гораздо проще. Все проще. И тогда ребенок будет понимать как раз, что уважают его выбор и его позицию. И второй момент, действительно, что когда человек ест еду, когда он хочет, у него организм начинает функционировать правильно, нежели тогда, когда он начинает есть, когда он не хочет. То есть просто по часам, например, там, да. Хотя были эксперименты тоже поставлены, например, в тюрьме, когда... Какие страшные сравнения. Да, 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 когда людей кормили по часам, и у них, да, действительно вырабатывался определенный режим, когда тело спрашивало еду именно в это время. Конечно, все привыкает. Да, но здесь нужно понимать, да, что организм может привыкнуть к любой системе. Да. Но свою суть он выражает только в каких-то вот самостоятельных действиях. И когда он хочет есть, он ест. И причем хочет есть именно то, что ему нужно. Он, организм, он всегда подсказывает, что ему надо. Главное услышать. Потому что вот именно услышать, это очень сложная конструкция, вот, чтобы это слышать. Это нужно иметь хорошую чувствительность очень своего тела. И это вот, да, тренируется достаточно какое-то время, и на это нужно потратить это время. То есть если ребенка постоянно кормит кто-то извне, а он сам как бы за этот вопрос не отвечает, то он эту чувствительность не натренировывает. Чтобы его потом натренировать, когда он попадает один. И у человека часто бывает, когда дети попадают в самостоятельную какую-то независимую конструкцию, у них начинаются там срывы по разным направлениям. То есть они начинают это, есть это, есть это, есть и так далее. Они на самом деле просто экспериментируют и хотят понять, что хочет организм. То есть исследуют этот процесс. Вот. А в данном случае посоветовать, ну, не переживать по этому поводу сильно. Вот. Это нормально, это ничего страшного, ребенок все равно придет поезд. Когда мы в свое действие вспоминаем, когда мы бегали по улице там и так далее, нас с улицы-то на ужин-то никак было не собрать. Ты пришел с улицы в какое-то время там, все, еда осталась, поел, все, пошел всем дальше заниматься. Было как-то попроще немножко. Не знаю. Это программа «Время и дети». Прервемся на рекламу, а после поговорим о псевдоавторитетах. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем тему «Как стать героем для своего ребенка». Рано или поздно, ну, обычно это в школе происходит, у детей появляются авторитеты среди своих сверстников. Как правило, это мнимые авторитеты. То есть выделяющиеся, ну, по большей части, не очень-то благими, да, делами. Например, вот Дима. Дима крут, а Дима курит. И ребенок начинает его копировать. То есть вот как научить ребенка отличать истинную крутость от псевдоавторитетов? Что такое хорошо, что такое плохо? Возможно, извечный вопрос. Извечная проблема. Ну, здесь могу сказать, что это сильно зависит от того, как вот это вот как раз отношение возникает между ребенком и родителем, в том числе, да. Что если родитель требует, допустим, как мы говорили до этого, какого-то такого авторитета, не основанного ни на чем, то есть вот я взрослый, и вы меня должны уважать, то тогда у ребенка возникает понимание, да, что есть такая конструкция, что один человек может получать авторитет просто из-за ничего. То есть вот как-то вот так вот. И на это что-то не надо думать, это надо просто принять и принять целиком, что вот. И поэтому такая ситуация и получается, что есть какой-то вот, да, авторитетный мальчик, да, и если к нему критически как бы не подходить к обдумыванию вот этого процесса, то просто он принимается, и принимаются все сопутствующие элементы, в том числе курение там и так далее. То есть все сказали, что он крут, и поэтому я буду думать, что он крут. Да. А если же у ребенка изначально вот это вот взаимодействие с родителем строится на конструкции, что вот эти вот элементы привязанности там, да, элементы взаимодействия, они основаны на конкретных действиях каких-то, и ребенок сам определяет, что да, вот это хорошо, вот это для меня подходит там, а это не подходит. И когда у него формируется, и вот в этом случае формируется вот этот критический взгляд на ситуацию. И если вот во взаимодействии с родителем это вот критический взгляд, он постоянно тренируется, то есть в каждой ситуации, там ряд ситуаций, которые возникают, он находится в такой ситуации, в ситуации диалога, в ситуации обсуждения, да, что это не просто беспрекословная какая-то конструкция, да, со стороны родителя, а объясняемая вещь, и это все проговаривается и делается основой, и в том числе слышится ребенок в этой конструкции, потому что они очень часто говорят конструкции, которые, да, они меняют взаимодействие родителя с ребенком, то тогда у ребенка возникает критическое взаимодействие, критическая оценка ситуации, и тогда, когда будет такой же другой человек со стороны, он будет так же критически к нему относиться и брать только те вещи от него, которые действительно он делает классно и хорошо, а то, что делает он плохо, он брать не будет. Но это в идеале. Нет, плюс к этому еще скажу, что если, как Артем сказал, уважение родителей пытается заслужить авторитарным способом, это вызывает негатив у ребенка, и, соответственно, вот, допустим, в переходный возраст, когда все это выделяется, весь негатив, да, он может сделать просто наоборот, либо назло родителю, вот и все. А вот если уважение заслуживается поступками, да, вы в течение всего времени с ребенком все равно с ним беседуете, что такое хорошо, что такое плохо, объясняете, ну, какие-то вещи, то есть, допустим, я с своими детьми даже могу показать им легкие курильщика, как это плохо, или еще что-то. Да, вещи страшные, да, скажут ребенку, это страшно, извините меня, в интернете сейчас смотрят мультики, которые страшнее всех этих легких вместе взятых, да, и наших ужасов, которых мы смотрели там уже в старших классах. Вот, соответственно, не бойтесь показывать и рассказывать ребенку. Хорошо, а если все-таки вот этот упустили, да, образовательно-воспитательный момент, и уже у ребенка, ну, нет у него вот этого критического мышления, а возвращаясь к этому же, да, мифическому Диме, ну, вот весь класс просто его там боится, да, или боготворит, вот, а Дима-то не очень хороший, вот как родителю объяснить ребенку, у которого нет критического мышления, что Дима-то псевдоавторитет? Объяснить со стороны, это практически невозможно, нужно натренировывать его, то есть, нужно тогда взаимодействовать, понимать, что если, допустим, нет такой оценки возможности, то нужно взаимодействовать с ребенком, чтобы оно тренировалось. Это, вот в этом и состоит сложность для родителя, что ряд вещей, которые, вот, они не возникли, да, их, к ним приходится возвращаться иногда, да, и проговаривать, и этот вопрос решать и проходить. И вот в этом-то и есть смысл у родителя, что он имеет силу свою, потому что это его ребенок, он имеет возможности с ним взаимодействовать, он имеет контакт очень сильный с ребенком, потому что никто другой такого сильного контакта не имеет, и родитель имеет возможность донести до ребенка вот эти вещи, и ребенок их поймет, то есть, как они происходят, и это может произойти не в один момент, не в одно объяснение, это может быть несколько каких-то ситуаций, чтобы это потренировать, чтобы понять, в чем разница, и потом уже эту конструкцию применить. Плюс родитель еще может дать ребенку, ну, вот есть очень простые такие техники, а когда ребенку говорится, что можно спросить у этого лидера, чтобы показать какую-то другую его сторону. Чтобы подтвердить, лидер он или нет. Да, 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 то есть есть мнимые авторитеты, есть мнимые друзья, то есть вот недавно совсем случай разбирали, когда там друзья начали спорить уже в подростковом возрасте, да, и у меня всегда совет один, а спросите, подойди и спроси к нему, если ты не веришь мне, если там вот упущен критический момент, да, грубо говоря. Вот, есть простые какие-то вопросы, вот один, второй, третий, как он поступит в этих ситуациях? Ну, очень грубо, вот я не могу представить сейчас ситуацию, какой там Дима, если он просто курит, ну, извините меня, ну, да, попробует ребенок курение, просто спросить его, ругать не надо, понравилось тебе, и как тебе после этого было? Вот, то есть ребенок, когда пишет свои ощущения, он не захочет к ним, скорее всего, возвращаться. Вот, но вопрос не в этом. То, что в данной ситуации можно задать какие-то вопросы, на которые, по крайней мере, вы будете знать, что Дима ответит, скорее всего, отрицательно, ну, отрицательный поступок. И если ребенок, ну, ребенок, в принципе, воспринимает хорошее, то есть он же не скажет, там, извините, если бабушка упала, ты что сделаешь? А Дима скажет, да что, ничего сделаю, пройду, старуха там валяется. Ну, как ребенок это воспримет? Вот, опять-таки, может воспринимать несколько вариантов, но тут уже к вам вопрос, как к родителю. И вот этот момент, как сказал Артем, к нему можно вернуться, и вернуться, как сказать, конструктивно, но если у вас была заложена база. Нужно вернуться, нужно вернуться. Нужно вернуться, это как в любой дефектологии, что-то не получается, мы повторяем упражнения. Вот логопедические упражнения я делаю, сходятся опять, какие-то буквы не сходятся, мы опять их начинаем делать, повторение мать учения. Но, если не было базы, то в этот раз вам придется работать сильнее и сильнее. Чем взрослее человек, тем у него лучше выстроена структура в голове, какие-то понимания свои, какая-то сетка, у него есть какое-то отрицание к вам уже, если, ну, вот не было никакой работы, то будет просто сложно. Но это интересно. Это была программа «Время и дети». Мои соведущие Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей Совум, и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верхтормашками» и «Артпедагог». Скорее видео-версию программы вы можете увидеть на портале Твериград, а также там в комментариях или прислать на наш номер в WhatsApp 8-920-693-54-82 свои вопросы или тему программы, которую вы бы хотели обсудить. Мы с вами прощаемся на неделю. До встречи. До свидания. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».